Знаете-то, а? Чё вы спрятали? Свет-то выключили? Чё за позор-то? Правда, что ли, Ространс-позор или надзор? Тебе Путин сам кулак уже показывает, видишь? Давай, выходи отсюда, ты чё позоришь президента своего? Давай, вышел, поговорим, офицер Шелихов. А ну-ка, давай сюда, голубчик, выходи. Сейчас поговорим. Вы не слышите меня, нет? Можете выйти? Я сигналю просто, чтобы вы вышли. Выйдите? Можете выйти, пожалуйста. Вот, ребята, Саратовская область, Саратовский район, всем привет. Находимся, Ространс-позор, ой, надзор. Находится вне населенного пункта, без проблесковых маячков, без габаритов включенных. Понимаете, да? Опасный аварийный участок, тут кольцо, Саратовский район. Сейчас уже зададим наследку вопросов сотрудникам. Ространс-позор. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас здороваться не учили или учили? А с какого перепула? С какого здороваться? Да. Да, ещё да. Чё, да. Чё машина без проблесковых маячков находится вне населенного пункта? Габариты выключены. Чё, каждый день приезжать сюда и говорить или что? Подожди, подожди, стой, стоп, стоп, стоп. Стой, куда, куда закрываешься? Маячки, маячки включите. Не хотят. Не хотят разговаривать. Ну, значит, отсюда зайдём. Вы можете маячки включить, а? Почему вне населенного пункта нарушаете право раздвижения? Габариты выключены у вас, а? Маячки выключены. Это что такое-то? Представиться можете... Дверь откроете или нет? Сотрудники, можете? Вы не слышите меня, нет? Можете выйти? Я сигналю просто, чтобы вы вышли. Выйдите. Можете выйти, пожалуйста. Сотрудники Ространснадзора. Выйдите, пожалуйста, исправьте. У вас нарушение правил дорожного движения. Вы что там делаете? Колдуете жезлом? Ну, хватит клоунадничать. Давайте выходите. Вы что, боитесь, что ли, меня или что? Ну, не получается. Давай я нажму. На что нажать? Давай, на что? Можно нажать, да? Серёж, ты что ли, да? Серёж, это ты же, да? Комментарии там писал. Там что, да? У тебя доченька там увидела комментарии твои, да? Плохо себя чувствовала. Ты же писал там поэму. У меня люди рассказывали. Я комментарии так читаю, бываю. Это ты, да, Серёж? Печеньки у тебя на погонах, которые? Точно, это он, это он. Серёж, ну давай, открывай. Форточку. Расскажи, какой ты был доблестный сотрудник полиции. Как ты там в комментариях писал. Сколько ты жизни спас много. Люди тебя увидят. Давай посмотрим. Серёж, давай открывай дверь. Ну, смотрите, ребят, ну, садись и уезжай просто, вот реально. Зажигание ключи, смотри, у тебя был бы недобросовестный, да? Ребят, смотрите, был бы я гражданин, бы недобросовестный какой-нибудь, сами понимаете, там, вор, преступник, там, и так далее. Я бы взял просто завладел его автомобилем, ну, и застрелил бы, не дай бог, конечно. Ну, всякое бывает в нашей стране. Серёж, ну ты это, если находишься на посту, ты хоть обмундирование светоотражающее одевай, не забывай. То, не дай бог, собьют, ну, серьезно. Куражечка, видать, с ГАИ еще, да? Счастливая, наверное, вся потертая. О, подъехали. Что-то йодом завонял. Подъехали, 9, да? 0,920. Холодно, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Да ничего. Представиться бы не против был бы, вообще, отлично было. Респект был бы. Инспектор ДПС, старочная полиция, к улыбке. Улыбка? К улыбку. К улыбку. К улыбке, такая ситуация. Влад, что у меня? Ну, расскажи. Во-первых, подозрение находится, у нас подозрение, то, что сотрудники находятся в состоянии алкогольного опьянения. Это раз. От вас исходит тоже запах алкогольного опьянения. Запах алкогольного опьянения не исходит. Исходит максимум спиртное. Инспектор, вы сколько служите? Вы сколько служите? Еще раз вы мне говорите. Я корректно себя веду. Я вам сейчас сдаю те факты, которые, что я говорю, понимаете, да? Не ну-ка идти, дайте мне. Я выслушаю, вы меня выслушайте, а потом вы скажете свои коррективы, что вам нравится, что не нравится. Хорошо? И я вас просто поправил, что алкогольное опьянение не пахнет. Пахнет спиртным. Спиртным. Вот, все. Давайте сейчас вы меня выслушайте, а теперь будем разговаривать. Подозрение на состояние алкогольного опьянения находят сотрудники Ространснадзора. Вот, у них не горит задний номер. Можете, можете не перебивать. Задний номерной знак не горит и габарит не горит. Привлечь к ответственности их, к административной. Ну, я думаю, на вашу жалобу не будем писать, потому что пока. 64-06-65. Пока у меня к вам претензий нет. Пока, да. А вот это машина чья стоит? Вот это? Да. Нужно наш автомобиль, да? Ваш, но почему он здесь тоже у нас стоит? У нас сломался. А почему она здесь стоит? А что, нарушает продолжение движения? У нас автомобиль нарушает продолжение движения или что, инспектор? Нет, они выключили. Выключили, у них не светится. Они не горят. Ну, а автомобиль здесь находится, как вы считаете, правильно? У вас тоже выключено все стоит. Вы слышите? Автомобиль, как остановка транспортных средств осуществляется? Да и вы что троите? Подойдите сюда, вы куда убегаете? Я вам еще раз говорю. Давайте вести себя корректно. Я себя корректно веду. Я себя корректно вполне веду. Не троите, не троите. Я разговариваю нормально с вами. У меня вообще нет личной неприязни. С какой цели вы фиксируете видеосъемку? Почему вы не предупреждаете видеосъемку? Инспектор я снимаю. Представьтесь. Инспектор ДПС Высо-Чанский. Высо-Чанский, 64-06-69. Цель какая? Цель какая фиксирует? Цель какая фиксирует? Он ваш друг, товарищ? Я знаю, он бывший сотрудник госинспекции. Я своего инспектора снимаю. Нет, я знаю, что он сотрудник бывшего госинспекции Шелихова. Да знаете вы его. Ну давай, не изображайте. Ну на самом деле. Я его знаю. Почему сотрудник? Да меня все знают. Ну а смысл что? Знаете? А смысл что? То, если вы меня знаете, то был бы, чтобы вы меня знали. Понимаете? У вас еще неприязнь какой-то? Да и вообще ноль. У вас к ним какие? Ноль. У меня? У меня претензии к тому, что сотрудник полиции, ой, сотрудник Ространснадзора нарушает право дорожного движения. Во-первых, автомобиль стоит не параллельной проезжей части. Это раз. Во-вторых, у него не горит габарит. И в-третьих, у него не горит подсветка номерного знака. Все. Да, зафиксируйте. Полиция, говорит, знает меня. Ну смысл какой, да? Вот подъехали, да? Начинает уже узнавать, нарушаем мы ли правила дорожного движения там и так далее. Ну, ну что за полицейский, а? Давай машинку переставляем быстренько. Ты что там блякаешь? Ты что блякаешь-то? Я не пойму. Почему ты блякаешь? Почему ты блякаешь, я услышал? Ты почему блякаешь, я не пойму. Я не сам не понимаю. Ты будешь в комментариях опять писать дочку свою, опять дочерей втыкать? Я еще не пойму. Так ты сам писал в комментариях, я тебе не трогал дочерей. Вы их трогайте. Ты что блякаешь, Серега? Ты что блякаешь? Ты зачем блякаешь? Ты исполняешь своих служебных обязанностей. Сел в машину свою. Печеньки что ли жмут тебе или что? Не пойму. Серег, опять? Опять за старое? Опять? Какое старое? Опять, да? Дочерей будешь приплетать? Серег, Шелихов, вот офицер, ребят, который комментарий писал. Саня ВДВ, смотри, Саня 73 регион. Вот это он. Видите, сейчас не можешь слова сказать. Вот это офицер. Давай офицер. Какое вам слово сказать? Ну какое слово, скажи. Этим людям скажи в комментариях, что ты писал там, говорил. Ты же такую поэму написал. Я этим людям и скажу. Что ты сказал? Да ты ничего не скажешь. Ты мне скажи, я им передам. Вы кто такой? Я Артур, меня зовут. Иксанов Артур, меня зовут. Что и что? Или ты герой в комментариях только? Ты можешь только тарабанить в комментариях по клавиатуре или что? Кто такой Артур, Александр? Я гражданин России, который платил налоги. И я такой же гражданин России. Какой ты гражданин России? Такой же гражданин и так же плачу налоги. Налоги ты плачешь по сравнению с тем, что ты плачешь налоги, это песчинка, по сравнению с тем, что платят граждане, в том числе всю жизнь, которую ты служил в органах, ты эту песчинку платил, понимаешь, и люди, которые платят налоги, работяги. Пытался проникнуть в наш автомобиль, вот, ведет себя вызывающе, вы видите, тыкает мне, я нахожусь на службе. На какой службе находится? А почему вы расстегнутый? Смотрите, на службе находится, ребят, это офицер, ребят, смотрите, ботинки какие у него. Не стыдно? Да вы на свои ботинки сидите. У меня вообще идеальные ботинки. В машине просидели. Дольче Габбана у меня ботинки, ага, да, в Москве в ГУМе покупал, в центре города, серьезно тебе говорю. Ну, в общем-то, серьезно. Не стыдно? Видео я заснял, как автомобиль их нарушал. Свой автомобиль, свой автомобиль переставлю. Переставляй. И еще вторую заявление. Пиши, пиши, пиши. Не пристегнутый, ребят. Инспектор, принять меры, не пристегнутый. Зафиксировано на видеосъемку. Полицейский, принять меры, не пристегнутый. Видеозапись предлагаю. Вот полицейские молодцы, ребят. Ну, не все, конечно, что могу сказать? Претензий нет. К ним пока нет. Молодцы полицейские. Маячки включили. Номерной знак Ульяна 0920, ребят. Саратовский район, ну, Саратовский ГИБДД. Сейчас привлечем к ответственности данного сотрудника. Росстранснадзора. Вы это все видели. Поэтому, инспектор, привлечь к ответственности. Видеозаписи предлагаю. А дальше, фамилия, еще можно? К улыбку. К улыбку. Ребят, смотрите. Инспектора города Саратов, берите пример. Вот. Смотри, сколько по времени Росстранснадзора здесь стоял. Вот, в итоге, все. Сейчас привлекут к ответственности. Давай документики свои, не присегнутый был. Сейчас привлечем тебя. Молодец, инспектор. Я считаю, нужно будет. Ребят, напишите в комментарии, как вы считаете, нужно будет поощрить данных инспекторов. Ну, посмотрите. Я не знаю, уже раз в третий мы с Андреем Андреевичем сюда приезжали. Не, все нормально. Я все контролирую, не переживайте. Как вы считаете, нужно будет поощрить данных сотрудников и инспекторов ДПС? Потому что, видите, все оперативно. Ну, молодцы. Сколько уже и с Андреем Андреевичем приезжали сюда не раз. И вчера приезжали. Бесполезно. Говорит, мы не нарушаем, мы все имеем право делать. Молодцы. Вот он, Росстранснадзор. Иди сюда. Шелехов. Шелехов, давайте, привлечем к ответственности или что? За что-нибудь. Что, дочерьми будешь опять прикрываться, да, в комментариях? Не стыдно? Как дочереху зовут? Не стыдно? Серега. Мужик взрослый. Сотрудник, бывший офицер, как ты говоришь. Да не закрывай, да не закрывай, не закрывай. Да не закрывайся. Серега. Серега. Да дай поговорим. Серый. Не хочет разговаривать, короче. Я не знаю, я не буду ломиться. Пытался проникнуть в наш автомобиль. Даже сейчас попытался сделать. Гаечник на регистраторе, я думаю, будет и видно. Идет все неадекватно. Я с ним разговариваю на вы, он тыкает, пытается меня там как-то оскорбить. В общем, я хочу сделать тоже заявление, написать вписанную вещь. Вы этого товарища освидетельствовали. Он хочет, чтобы... Говорит, что я нахожусь в состоянии алкоголя и наркотического опьянения. Я готов пройти и сдать тесты на алкоголь, на наркотики. Шелеха, вы все сказали? И прошу, чтобы... Я с вами пока не разговариваю, я с сотрудником полиции разговариваю. Не отвлекайте сотрудников полиции от своих служебных обязанностей. Я еще раз говорю, не отвлекайте сотрудников полиции от своих служебных обязанностей. саботирует что саботирует я говорю то что есть там сотрудник уголовного русско находится зачем вы отвлекаете от своих служебных обязанностей шелихов зачем смуту наводите зачем смуту наводите серьезно на основании чего привлечь звонил к хулиганство на основании чего на основании того что вы чего вы пытаетесь проникнуть в течение двух-трех часов в автомобиль ваш карман ваш карман куда я пытаюсь проникнуть штаны вам хотите в карман штаны вам пытать проникнуть не вопрос просто все это вопрос ничего более уходить почему вы сотрудник боли отвлекаете еще раз говорю о своих служебных обязанностей там сотрудник уголовного розыска находится вы понимаете вы чем вообще занимает шелик обиделся сереже обиделся привлекать к ответственность данный сотрудник сотрудники просто не знаю не знаю синички зачем ты еще раз повторюсь зачем ты сюда их послал не знаю просто для чего я попросил вызвать чтобы вызвали людей тех кто освидетельствовал бы вот этого шелихова на самом деле вызвался следствие оперативную группу ну не знаю зачем поэтому много вопросов конечно я думаю ты увидишь синичкин видеоролик зря конечно нельзя было вызывать я думаю это лишнее серёжа обиделся обиделся то что мы автомобиль его убрали когда он всегда здесь стоял на протяжении скольки лет вы здесь стоял автомобиль он обиделся теперь хочет написать мне заявление на пускай пишет ради бога вообще не не вопрос поэтому имейте ввиду ребят дальнобойщики со всей страны которую это видеоролик увидите проезжаете мимо вот этого вот этой стелы саратов вот она круг видите кольцо саратов останавливайтесь там буквально 10 полчаса времени вызывать сотрудников полиции и привлекать к ответственности ударных голубчиков и сейчас привлекут к ответственности это сто процентов уже этого сотрудника рост раз надзора видели за не пристегнута времени привлекают к ответственности то что у них был пристег во время движения ну естественно за парковку транспортного средства вот здесь вот что они здесь нарушают правила дорожного движения так что как то так можно вас на непрещенность шкода торгалица можете еще привлечь за то что не горит у него номерной папа номером вот тут все зафиксирован он изображает не первый раз здесь прилетите к ответственности сотрудники полиции пожалуйста все зафиксировано ребят смотрите вот полицейские что достойно лайка ребят это мое личное мнение исполнять свои служебные обязанности приехать сюда пол пятого утра в 4 вот нету не светится у них видите нет ни одного фонарика ни света ничего номерного нету проговорит видите говорит и горят а подсветки номера нет все сотрудники полиции будут еще привлекать его за это к ответственности будем ходатайствовать серёж ну что ты уходишь-то а? серёж пойдем еще номерной знак у тебя нет 500 рублей выпишут сейчас сотрудники иди куда иди вон номерной знак служебный автомобиль сотрудники полиции вас ожидают еще 500 рублей сейчас выпишем давай 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 вставай пошел быстренько вставайте заставляет инспектора залазить в автомобиль второй протоколь сейчас выпишем за то что у вас не номерную номерные знаки подсветки не работает вот ребят рост транс надзор саратовской области вот номер вот здесь приручем к ответственности и мы разойдемся этих вопросов не будет Артур сейчас подожди вот что ну что он допросит сейчас этого пускай опрашивает допросит допрашивают уголовного рода это опрашивают там заявление не знаю ну вы давайте привлеките к ответственности все привлек сейчас один материал написал второе напишите давайте сейчас напишем о чем мы тянем то не пойму а что разбираться он вообще тут не при делах вот водитель транспортного средства вон там находится тот же человек на видео зафиксировано все эти вопросы нет ну а в чем дело то сейчас напишем наверно пишем сейчас а че сидим во время его не ну вообще да куда торопиться поэтому и говорю ну оформите да и сюда уже утро смысл-то какой афор давайте оформим все эти вопросы нет старший лейтенант оформить его документы то есть у него и по и все у него есть ну оформить его а че стоим то время протокол должен вставляться немедленно справишь все сейчас мы напишем а че стоим то ждем конечно напишем ну а сейчас что мешает вы сейчас стоите двое и вот сотрудники там разбираются сейчас вот они сейчас разберут сейчас мы посмотрим что дальше будем делать что делать что делал дальше они сотрудники не дпс привлекать к ответственности все составляете материал как будто я не толкать что ли вас надо чтобы давайте 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 в том-то и дело я говорю мы с вами определились ну да сейчас напишем нормально а че сейчас напишем а что сейчас мешает не написать я не пойму в чем дело не просто не вопрос в чем дело может черниках это процедура административно к это новое вышло там колокольцев нам приказку это сделал ситников тому что сказал сверидов нету просто вопрос я не знаю может саратов какие другие законы как не в россии просто вопросы все так вы хорошо всего оформили все молодцы ну сейчас в чем дело что мешает что что именно что мешает с кем пообщаться надо группа группа группу причем группа свои обязанности выполнять бы свои обязанности ну поэтому игру в чем взаимосвязь группа и вам вами вызвал я я здесь вызвал всех да я не знаю я синичкину в главку звонил не за сегодня группу вызвали я группу вообще не вызвал получать я вызвал по моему заявлению я просто прошу вас как сотрудника госавтоинспекции привлечь к ответственности данного сотрудника роста разнадзора пойдемте она напишем пойдем сейчас напишем зачем мы время теряем сотрудники занимаются сотрудники сотрудники группы занимается одним мы сейчас не знаю качели какие-то раскачиваем пойдемте 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 напишем да я напишу по пошлите сядем напишу пойдемте пойдемте сейчас что стоит причем тут группа они свои обязанности выполняют вы свои они же не сотрудники госавтоинспекции не руководство ваш не начальник гаи там не начальник там я не знаю кто ваш замком роту замком взвода пойдемте оформить и все с вас мне больше ничего не надо просто у меня подозрение складывать как будто вы не хотите второй материал не составлять есть видеозапись готов предоставить конечно вот и тем более да я не знаю почему все хорошо так шло вы начинаете я не подождем кого ждать я не знаю я разговариваю с людьми ну поговорить вы сначала служебная обязанность выполнить а потом уже говорить до вечера я понимаю то что вы и вы выполняете я не спорю да ну как бы исполните все и разговаривайте до вечера что я должен каждый раз вас потыкать прям толкать начал составлять ребят ну я вообще в шоке просто инспектор я так понимаю мое личное мнение что не хотел просто вставлять пару материал на него я как бы его вымудил я бы можно сказать я утолкнул туда садись машину садись оформляй его то есть как-то так вы все это видели смешно просто это саратовская область саратов и района так вот здесь бывает все больше нас ничего не задерживает сотрудники я не знаю зачем вызвали сотрудников там уголовного розыска я их не вызывал это вызвал дежурный по сотрудники госавтоинспекции саратовского района выписали до постановления на данных сотрудников роста транснадзора то есть не пристег теремию безопасности и за подсветку номер то есть не горит подсветка номера здесь сотрудник полиции уже один ушел он пошел подписывать вот пошли подписывать сотрудника полиции убить и приходится ему заходить сюда не хочет он приходится садится автомобиль это так ну все принципе мы свое дело сделали они машину отогнали с данного участка вот она вот где должна быть автомобиль стоят у ространс надзора все благодарю за службу инспектора как фамилию еще раз представьте а вашему можно фамилию еще спасибо большое благодарим за службу спасибо вот ребят больше нечего добавить инспектора сделали свое дело убрали этих ространс надзор которые постоянно здесь находятся нарушают право раздвижения нас ничего не держит мы погнали дальше вы подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео оставьте лайк